Всем море приветов, друзья и гости моего канала, всем богагашечки, Нептун здесь, и вот, наконец-то, мы приступаем к прохождению The Nightfall. Наконец-то, боже, я так долго этого ждал, я такой счастливый, но вы, наверное, знаете, почему я дико-дико обожаю игры этой студии. То есть, игру сделали ребята из студии WizGames, это Германия, это их третья уже игра в жанре хоррор, первая была Pineview Drive, вторая Obscuritus и вот третья The Nightfall. Все эти игры, ну, первые две я проходил, можете посмотреть на канале, и вот мы будем проходить третью часть. Как вы знаете, я еще пост в группе ВКонтакте делал, посвященный этой игре. Для чего? Он там висел три дня для того, чтобы, друзья, вас подготовить к тому, что это такое, и чтобы вы примерно знали, чего ожидать. Это не Outlast, это не Amnesty, это не Silent Hill, здесь не будет этого экшена, побегушки от монстров, этих пряток и прочее-прочее. Это, наоборот, это очень монотонный, неторопливый ужастик, и именно поэтому его частенько ругают за это, то есть ставят там какие-то негативные оценочки в Стиме, отзывы смешанные. Ну, блин, друзья, я хочу как-то передать свою любовь к этой игре вам. Я не знаю как, не знаю почему, но мне дико заходят подобные игры, ну, этой студии. Что Pineview Drive, что Obscuritus, что, наверное же, я очень рассчитываю, конечно, что вот эта игра, здесь такая атмосфера. Это трудно передать словами, но, блин, это реально круто. Так, давайте-ка мы начнем, пожалуй. Очень долгое, долгое вступление. Кстати, в менюшке была и песня. На удивление, да? То есть не музыка там какая-то зловещая, как раньше, а прям песня. Привет, солнышко, похоже, ты уже в пути. Надеюсь, ты услышишь это, когда будешь уже в нашем новом доме. Большая часть мебели должна быть на месте. С остальным разберемся, когда приедем. Мы с детьми ждем, не дождемся встречи. Я заберу их после школы, и через 4 часа будем у тебя. Надеюсь, ты выспишься как следует и не будешь нервничать из-за завтрашнего. Постараюсь позвонить еще и пожелать удачи в первый же день на работе. Увидимся завтра. Пока. Мы тебя любим. Бугаге. Так, друзья, в общем, по сюжету мы играем за, по-моему, за Викторию. Девушка, она нашла новую работу. И из-за новой работы, а работа, видимо, очень хорошая, прибыльная, раз мы всю семью сюда потащили. Ну, в общем, мы купили дом, и вот я приехал сюда первым. А муж Виктории с детьми приедет позже. Нам нужно здесь переночевать. И вот это наша первая ночь в новом доме. Вот такая вот завязочка сюжета. А завтра по идее мне на работу. Вот именно из-за этого я должен и нервничать. Окей. Боже, очень надеюсь, что вы меня поймете. Я вот, я в диком восторге. Я просто вот рад, что я купил эту игру. Рад, что разработчик выпустил еще один проект. И мы будем в это дело играть. Меня, знаю, мне дико заходят подобные игры. То есть, что Pine V Drive, что Obscuritas, что... Очень надеюсь, что это игра. Так, сейчас 8 вечера. До рассвета 10 часов. Добро пожаловать в игру The Nightfall. Так, используйте Васт, чтобы двигаться хорошо. Чтобы бежать, можно использовать клавишу Shift. Хе-хе-хе. Окей. Так, Е, чтобы выбирать и использовать предметы. Так, заперты. Окей. Свет можно выключить. Сразу говорю, что игра темная. Что в Pine V Drive, что в Obscuritas. Это была... Ну, не то, что проблема. Это, наверное, фишка игры. Игры очень темные. И... Не всегда есть фонарики. Не всегда есть свечки. Ну, спички, чтобы зажигать свечки. Тем не менее, друзья. Вот. Вот ради этого я люблю игру. Слышите, да? Атмосферу. Играет какой-то такой амбиент. Таинственный на заднем плане. Звук часиков. И... Огромный дом для изучения. Это реально прикольно. Так вот. Я не знаю, почему эту игру... Ну, вообще подобные игры. Что Pine V Drive, что вторую игру критикуют в Стиме. Там разные смешанные рецензии. Все же ругают игру. За то, что она вот, знаете, такая неторопливая. И все тут... Много... Повторений. Что, допустим, нету экшена и так далее. Не знаю, почему, но я считаю, что это достоинство игры. Что здесь атмосфера. Можно вот, например, окошко открывать. Это ж круто. Да? Телефон и кабель поврежден. Может, я могу починить? Интересно, как. Так вот. Как я могу описать эту игру? Да и вообще все предыдущие. Что Pine V Drive, что Obscuritas. По сути, это... Друзья, симулятор брождения по дому. Ну, блуждание по дому. Открывание... Шкафчиков всяких. Поиска ключей. Открывание дверей. И при этом тебя еще пугают. Вот как-то так. Окей. Давайте поизучаем наш новый дом. На второй этаж я предлагаю пока не ходить. Где-то там вылают собаки. Так. Двери иногда запираются сами собой, но это бывает. Хе-хе. Так. Мне нужны спички, чтобы зажечь огонь. Да? Ну ладно, погнали. Начало положено. Игрушка довольно темная. Опять же, напоминаю. Ну-ка, подожди. В настройке я могу, конечно, поднять яркость, но... Ну, просто, понимаете, атмосферность пропадет. Будет сильно размылено, сильно ярко. Так, батарейки. Но для начала мне нужен фонарик. Сейчас я немножко прибавлю звуки. В наушниках. Чтобы, если что, обосраться от страха. Хе-хе-хе. Опа, я нашел свечки. Я могу вставлять это дело в подсвечники. А еще я нашел большой склад винишка. Будет... Чем скоротать вечерок. Телевизор. О, Шерлок. Друзья. А-а-а, что? Картридж? А, нужно игру найти. То есть картридж. И мы можем поиграть во что-то. Это прикольно. Так, сюда не пройти. Ну, в отличие от Pineview Drive и Obscuritas, мы, на удивление, играем не в каком-то там заброшенном особняке, например. Так, давайте откроем. Или там замки. Или поместье. Мы играем в обычном доме. Обычный дом на улице, где другие дома. Причем даже есть, видимо, люди, раз там горят окна. Во. Ну, там же, видимо, спать легли, да? Вырубили свет. Хе-хе. Окей. Так, ну, давайте. Будем постепенно-постепенно изучать. Каждый уголок этого дома. Так, тут ничего. Чайник. Бюст. Кстати, время здесь, по идее, идет. Ну, в первых играх у них всегда время шло. То есть, это не просто вам моделька часиков. Она реально рабочая. Да, я понял, нужно спички. Спичек нет. Лучше пооткрывать окна. Ну, во-первых, я вижу людей. Вижу свет, горящий в окнах. Это приятно. Я осознаю, что я, блин, не один в этом гребаном мире. Да и шум ветра. Довольно приятен. Опа, еще одна свечка. Где-то вдалеке лает собакин. Так, какой-то шорох был. Слышали? Ш-ш-ш. Что-то такое. Ау-у-у. Люди. Соседи, вы где? Давайте поздороваемся, пообщаемся. Не хотят они со мной общаться. Ну и ладно. Это жуткая картина. Не знаю, почему она мне кажется жуткой. Хотя, обычной девушкой. Подожди, там какая-то подпись. Так. Кухня, погоди. А, подожди, я могу как-то выйти во двор? Да, вон крысокаталка есть. Буду везде включать свет. Во, зашибись. Так, что у нас здесь? Мой автомобиль. Кстати говоря. О, вечный двигатель. Работает. Восемь вечера. По-моему, мне нужно дожить до восьми утра. Или до шести утра. Ну, в общем, моя задача здесь прожить сутки. Как я понял, ну, как сутки? Ночь, в общем, прожить. Как я понял, здесь... Как и в Пайнове Драйв, мы должны были прожить примерно месяц. То есть, тридцать дней. И каждый день это как бы отдельный мини-уровень. Здесь, видимо, так же. Только здесь вместо дней будут... Эмм... Будут часы. Допустим, каждый час это какой-то отдельный мини-уровень. Да я в курсе, блин, что тебе нужны спички. Только мне их дай. Вот мы на кухню вернулись. Я просто думал, что я могу выйти. Грюбанное страшное радио. Держите нажатую кнопку мышки, чтобы открыть инвентарь. И перемещайте курсорчик, чтобы выбрать предметы. А. Так, вот. У меня есть тряпка. Вообще, знаете, геймплей всех игр от студии Визгеймс, он всегда почти одинаков. Ну, то есть... Все, что мы делаем, это ходим, ищем ключи, открываем двери, пугаемся, и все. Но здесь я уже заметил что-то новенькое. Во-первых, свечи. Свечей раньше не было. Во-вторых, теперь какие-то предметы появились, которые мы можем, видимо, использовать. Соленье! Кому соленье дать? А, я что... Ее забухал только что? Опа! А звук-то открывания банки есть. Я больше не хочу пить. Я напился. Так. Кастрюльки. Темновато так. Во! Блин, боже, другое дело. Че я так в потемках-то брожу? Слышите звуки машин? Я не один. Опять шани какой-то во дворе. Так, что у нас здесь? Медок. Какая-то книжка. Может, его протереть? Хе-хе, нет. Так, я могу воду включить? О, Рилли. Это работает. Я не хочу ставить это в духовку. Могу включить, кстати. Надеюсь, я не сгорю ночью. Могу включить тостер. Могу включить кофеварку. Так. Опа, холодильничек. Я не хочу, говорю, пить. Зато, смотрите, здесь есть... Что? Чудо... Серьезно? Чудо-йогурт? Серьезно? Или мне показалось? Это реально? Это чудо-йогурт? Хе-хе-хе-хе. Слушайте. Часы бьют. Сколько там? Девять, да? Нет. Фишка в том, что эту игру сделали... Эээ... Ребята из Германии. Визгеймс. Студия. Ну, какого хрена они взяли... Частурку нашего чудо-йогурта? Хе-хе-хе-хе. Во, реально чудо, смотрите. Прикольно. Так. Так, я взял яички. Зачем-то я взял очень много яичек. Не понимаю, зачем. Типа я могу их есть? А как это дело использовать? На Е-Нейф? Боже, я пока не понимаю. Я зачем-то яички стащил с холодильника. Ладно. Пылесос. Морозильная камера. Боже, пиццу взял зачем-то. У меня, друзья, полные карманы, жратвы. Я не знаю... Я не знаю, что с этим делать. Гребаные... Шуршание. Шуршание, кстати, очень похоже на то, что было... Ну, а свечка. То, что было в Пеню Драйв. Там это шуршание издавало пугалы. Как бы. То есть, вы сами понимаете, что дело дрянь. Немножечко. Так, окей. Здесь ничего. Вообще, на кухне очень много шкафчиков. Хлопья. Что-то я, знаете, я проголодался немножко. Ладно, кухню мы прочекали. Ладненько, все хорошо. Ванная комната. Что, зайдем в ванную? Мне нужен фонарик. Зеркало. Я не отражаюсь в зеркалах. Значит, либо я вампир, либо движок у игры слишком слабоват. Все. Плюс один разработчику. Боже. Это реально круто, когда разработчик допускает такую самую иронию. То есть, он просто идеально отмазался. Почему, кстати, в отражениях частенько нету героя? Потому что это очень трудно реализовать технически порой. Или движок херовый. Но разработчик не стал то скрывать. Он тупо это заявил нам в лицо. То есть... Раз мы не вампир, значит движок у игры херовый. Ну, ничего не поделаешь. Такова реальность. Это было прикольно. Так. Ничего. Пшик. 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 Так, батарейки. Надо запоминать, где они, кстати, есть. О, да ладно, утенок. Утенок, он же почти везде был, кстати. И в первую часть, ну, в Panview Drive он был. В Obscuritas он был. Очень много, кстати, моделек здесь перешли, ну, из каждой игры. То есть, с первой, с второй, вот теперь здесь. Это, наверное, фишка такая. Так, пока ничего в туалете любопытного нет. Блин, закройся. Спасибо. Так. Заперты. Заперты. О, погоди, погоди. Ключ. А он раньше был здесь? Чё-то я, походу, дело пропустил. О, твою! What the fuck? Всё. Вот. Вот за это я обожаю игры студии WizzGames. Вот за это я люблю. За атмосферу. Вроде ничего не произошло. Тишина. Ну, блин, вот какого это грена? И обувь. Как будто следы ведёт туда. А ключ от чего? Погоди. Вон там ещё были запертые двери, вот здесь. Ага. Этот ключик от... дворик. Можно выйти. Там где-то лаяла собака, кстати. Так. Бесеточка. Прикольненько. Блин, боже, этот шорох. Меня малость раздражает. Причём, посмотрите, все почти окна повыключали уже. Свет в окнах. Так, бутылка. А, это фейерверки. Мне нужно спички, чтобы зажечь. И пустить фейерверки. Так, интересно, здесь есть смена дня и ночи. Просто, например, в Panew Drive была смена дня и ночи. А ещё, знаете, тени, тени, друзья. То есть, раньше такая фишка была в играх. Когда ты ходишь, иногда тени двигались. И это реально очень сильно напрягало меня. Так, что у нас здесь? Водосток. Окей, соседи. Соседи. Пойдёмте знакомиться, что ли, а? Мне скучно и страшно одному. Ладно, побегали и хватит. Я просто... Ну, оттягиваю момент, но всё-таки давайте пойдём сюда. Тут что-нибудь поменялось. Собака залаяла. Опа. Письмо его раньше не было, точно. Я знаю, где спят твои дети. Я слежу за тобой. Уже давно. Игра сохранена. А, полчасика прошло только? А, вот я про это и говорил. То есть, мини-уровни. Видимо, игра здесь будет разделена на... На мини-уровни по полчасика. Давайте ещё полчасика проживём. Боже. Я, говорит, слежу за твоими детьми. Я знаю, где ты живёшь. Бла-бла-бла. Это реально жутко. Это просто кошмар какой-то. До рассвета девять с половиной часов. Жесть. Охренительно. Полчаса прошло. Только полчасика. Хоть бы одна машина проехала. А то звуки есть, а машин нет. Это довольно напрягает. Вот я знаю, где спят твои дети. Я слежу за тобой. Уже давно. Она охренела, что ли? Что за папарацци местные, а? Она знает, где спят мои дети. Довольно... Довольно херовый факт. Так, ладно. Мне нужно найти спички. Нужно найти фонарик. А ещё я не был на втором этаже. Так, это не спички-то? О-о-о! Спички! Где-то там было что за жизнь, кстати говоря. Вот здесь. Фух, круто. А может не стоит тратить это дело? Пока ещё у меня есть свет. Вот просто напомню, что в Pine View Drive, в самой первой игре этой студии, там была такая фишка, что там примерно пол игры было освещение, было электричество в доме. И как бы ты хорошо себя чувствовал, бегал себе, всякие там, экономил спички, фонарики, батарейки. Но после середины игры свет пропадал. И оставались только реально, только фонарики, только вот эти вот свечи. Поэтому, я предлагаю нам пока поэкономить. А, света горит всё меньше и меньше. Дом реально большой, смотрите. Так, куда пойдём? Давайте сюда. Ещё знаете, в чём фишка в этой студии? Фишка в том, этих игр точнее, что они интерактивны немножко. Они тебя пугают. Ну, как тебе сказать, броу. Ну, игрушка как бы учитывает твои действия в игре. Ну, к примеру, ты будешь часто смотреть на картины? Да? Это рано или поздно тебя именно этим и напугает. Самый неожиданный момент. Какой-нибудь картины. Так, это очень дурной знак. Какого хера... Какого хера... Какого хера? Кресло качается, а? Я лучше дверь окно закрою. Хе-хе. Фак. Чё-то прям вообще реально. Я весь в напряжении сижу. Не знаю, чего ждать. Опа. Детская комната. Она говорит, знает, где спят мои дети. Вот здесь они спят, по идее. Так. Прикольные игрушки. Оте божечки, друзья, смотрите. Морская свинка у меня есть. Хе-хе. Мне нужна дискета. Мне нужна диск, чтобы использовать компьютер. Но у меня ее нет. У меня здесь есть полный карманыш хавки. Хавка не нужна? Так, книжки. Шахматы. Машинки. Математика. Боже. Это хуже всего, что могла бы быть в этой игре жуткий, жуткая страшная математика. Опа. Зажег свечку. Сам этого не замечаем. Так, а это же шкафчики, нет? Их нельзя отодвинуть. Так, боже, кто там шуршит? Ладно. Свинка морская, сиди пока. Не скучай. В листья мановатые я предлагаю нам зажечь, не пожалеть свечку. Ну, такой туман. Как будто. Ой, нашел фонарик. Как будто пароль какой-то. Так. Чемоданы. Ладно, давайте возьмем фонарик. Это реально полезная вещь. Хлобысь. Все, фонарик. Он постепенно будет таять. Нужна кассета. Видимо, когда я делаю какие-то правильные действия, да, то время идет вперед. То есть, изначально ровно полдевятого. Я, допустим, нашел фонарик, возможно, часики сдвинулись, да? То есть, это как бы такой индикатор правильных действий. Так, друзья, смотрите. Я нашел спички. Так, нужно было, друзья, мне отвлечься. Ну, теперь я снова здесь. Так, часики, почему не мигают? Ноль, ноль, ноль. Опа! Я нашел кое-что любопытное. Ну, погоди. Так. Запустил кассету. Ну-ка, давайте послушаем. Ну, блин. Все. Как тебе включить? Блин. Ну, я зарядил кассету и... А, боже, плей. Это, по-моему, заглавная тема, да? Которая в менюшке была. Да, это заглавная тема, которая была в менюшке. Только это, видимо, инструментальный трек. А, нет. Нет, это тот же, тот же вокал, та же группа, только трек другой. Все, я понял. Ну, пусть играет. Хоть для настроения, да? Так, а мы пойдем дальше. Боже, как-то мрачный. О, еще одна ванная. Правила Нептуна номер... Номер один. Опять! Опять это гребанное... Кресло двигалось. А теперь не двигается, да? Боже, да вы издеваетесь. Кресло, ты, блин, угомонись. Вот так мы сделаем. Так, гитара. Фортепиано. Так, где тут свет включить? Окей. Труньк. 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 Немножко освещения. В хату. Окей. А, смотрите, время, видите? Уже больше. То есть я все делаю правильно. Можно побрянькать. Так. Ну, ничего нет. Скрипочка. Так. Окей. Фотки. Вот, смотрите, на картинах девушки со скрипками, а также есть фортепиано. А что-нибудь с гитарой есть? Тоже скрипка. А где гитара? Я не понял юмора. Собачка, ты где? Мне скучно, мне страшно одному. Где собачка? Так, ну, давайте в туалет пойдем. Ну, точнее, в уборную, да? В ванную. Так. Что здесь любопытненького есть? Зеркало? Типа я не отражаюсь, да? Включим воду. Мыло. Попшикаемся на свете. Хе-хе-хе-хе. Так, ладно. Ничего любопытного. Пшик-пшик. Пшик-пшик. Я слишком много пшикаю. Возможно, рано или поздно я задохнусь. Так, дышу. А кабинка. Принять душ? К сожалению, нельзя. Опа. Бездонная яма. Хе-хе-хе. Ладно, давайте закроем. Опа-па-па. Что это было? Да закройся. А это, видимо, моя спальня. То есть там была детская? Шкаф, туфля. Одежда. У меня и так колени дрожат. Шт-шт-шт-э-это. Это фаллос, что ли? Друзья, я нашел фаллос, прикиньте. Рано, малыш. А ничего, что у тебя муж есть, чу их. Как бы... Ну ладно, окей. Я не буду спрашивать и лезть все в чужие дела, а? Я нашел фаллос в игре. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. О боже. Ну то есть просто это странно. Я никогда таких движух не находил в играх. Панни Драйв, например. Так, чемодан. Я буду все окна открывать. Шмотки. А, все, у меня спички кончились. Представьте себе. Какая жесть. Я без спичек теперь. Так, окей. Я все посмотрел, по идее. Куда мне топать? Кресло без движения. А, кстати, у меня же... У меня же пицца есть. Может, ее запечь? В духовочке. Во, точно. Подождем. Так, это подсветка. Короче, я все включу. А еще у меня есть яички. Немножко попьем. Оу, твою мать. Какого это хрена? Кто-то стулья... Сложил жутко пирамидкой. Я эти вот ящики открывал. Какого хрена они закрыты? А зато я еще нашел спички. Немножечко. Боже. Я... Не внимателен. Тут же вот записка была. Радом с этой горой стульев. Подозрительный. Уважаемый мистер Харсен. Настоящим подтверждаем получение запроса о прекращении аренды помещения на 2-й авеню, дом 28Е. Мы соболезнуем в вашей утрате и понимаем, почему вы хотите покинуть дом как можно скорее. Особенно с учетом происшествия в доме напротив. К сожалению, полностью расторгнуть договор аренды мы можем только тогда, когда будет найден новый жилец. Хорошо, что семейство Миллер выразило свою заинтересованность. Телефон и номер прилагаем на отдельные визитки. Разумеется, право решать, рассказывать ли Миллером о происшествии остается за вами. С уважением, Гаррисон Морф. Арендодатель, 5 января 1970 года. Буга-ге! Еще полчасика мы прошли. Черт, что-то в этом доме произошло в прошлом. А мы, видимо, семья Миллеров, да? Окей, друзья. В общем, игра сохранилась. Я предлагаю нам первую серию здесь и закончить. Я очень долго пробегал. Я реально просто пропустил эту записку и в итоге пробегал очень и очень много. Хотя, то, что здесь стулья поменялись, это был прямой намек на то, что именно здесь нужно искать что-то. 9 часов вечера, друзья. До рассвета 7 часиков. По идее, это... А, нет, подожди. 9 часиков. До рассвета. Короче говоря, будет веселуха. Но пока мы здесь поставим паузу в нашем прохождении. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это был Нептун. Всем пока-пока.